Добрый день, уважаемые участники конференции. Я, наверное, начну еще раньше. Владимир Викторович начал с 1997 года. Я как представитель службы по охране объектов культурного наследия и организации, осуществляющей функции по сохранению объектов культурного наследия, начну с 1989 года. И даже я принесла сегодня документы, которые свидетельствуют о том, что у нас гораздо раньше начался интерес к этому объекту и появились раньше основания для того, чтобы этот объект включить в списки памятников истории и культуры Иркутской области, состоящие на государственной охране регионального значения. Все началось, наверное, с этой газеты, которую выпустила «Ленская правда». 29 июня 1989 года. На Большом развороте «Клуб краеведов при Лене» опубликован статьи, посвященные... Вот статья называется «Возвращение имени, жизнь» или «Кодеки святого Иннокентия», и в том числе «Вениаминов Прокрамов». Может быть, это явилось именно толчком к тому, чтобы уже в этом году начать мероприятие по включению объекта культурного наследия, во-первых, он еще был не выявленным, и включение его в списки памятников. Здесь говорится, что отец Иннокентий, в миру Ростислав Сергеевич Вениаминов, является праправнуком Иннокентия Вениаминова, с миром Ивана Попова. Прибыл в этом году в Ангу, и осенью этого же года, 1989-го, предстоит снять фильм совместно с американскими сценаристами-режиссерами о жизни Иннокентия Вениамина. Такие статьи вышли. К нам они поступили, тогда комитет по сохранению по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области, и вскоре в администрацию города Иркутска и области поступил такой документ решение Исполнительного комитета Катчукского районного советонародных депутатов о постановке на государственную охрану и дома Иннокентия Вениаминово-Ванге. Следующих мировых формулировок «Ходатайствовать в переду область полкома о постановке дома Вениаминова на государственную охрану. «Просите с полкома областного советонародных депутатов оказать содействием в проведении экспертизы и реставрационных работ дома Иннокентия Вениаминово». В тут же, в июне 89-го года, была создана комиссия Реализация проекта строительства духовно-просветительского центра имени святителя Иннокентия будет способствовать возрасширению возможностей доступа к отечественным культурным ценностям, отечественной науке культуры и привлечению молодежи. Это необходимо делать, чтобы молодое поколение чувствовало свое сопричастность к событиям, истории разных эпох, осознание своей ответственности за продолжение лучших традиций, достижения народов, живущих до нас. На этом я могла бы закончить, но прошло много лет, почти 20 лет с тех пор, когда я начала заниматься историей и по крупицам собирать информацию Иннокентия Гениаминовна. И к вопросу все-таки, что же за дом, я, наверное, хочу заранить еще одно сомнение, поскольку я стараюсь покрутиться, найти, где еще описывается все-таки, кто еще бывал в начале 20 века в Анге. И нашла, значит, вот такое выписка, рождественское приложение газете «Слово», посвященное памяти 350-летия завоевания Сибири, статьи членов общества серебряков в Шанхае, Шанхае, 1932 год. Статья «Славный сибиряк» Ивана Иннокентиевича Серебренникова, публицисты, писатели и общественные деятели турсибиряки. Так вот, летом 1915 года Иван Иннокентиевич Серебренников посещает село Уанга Верхоленского уезда, осматривает дома уроженцев села митрополита Московского и Коломенского Иннокентия, известного историка и этнографа Афанасия Щапова. Оба дома, особенно митрополита Иннокентия, были в полуразрудном состоянии, никем не охранялись. Эти дома тогда были обновлены и сохранились до сих пор. Это 1932 год. Ну вот еще одно сомнение, какой дом сейчас, кому принадлежал дом. Но и тот, и другой, выдающийся деятель, выдающийся наш земляк принадлежали к состой веры священников. Один был сыном панамарян, другой сына тоже дьякона. И поэтому были между собой родственниками, и возможно и тот, и другой бывали в этом доме. Все, спасибо большое за внимание. Спасибо.